Смотрите, у нас есть час, любые вопросы, любые предложения, несогласия, кстати говоря, предложения дискуссии и так далее, я ваш еще на час, задавайте. Для тех, кто не видел, еще раз скажу, если кому-то нужно со мной законнектиться, вот эти три сайта, на которых я есть, и еще раз повторю, если кто-то angel.co еще не пользуется, исправьте эту ужасную ошибку, потому что это сайт, на котором просто любой человек, занимающийся стартапами, должен быть, должен знать, что это, должен знать, какие там происходят процессы, должен знать, что такое инвесторы, что такое стартапы, как там пичи. Я открыт к вашим вопросам, предлагаю формат такой, поднятие руки, я говорю имя и вопрос. Добрый вечер, Викаря, проект 8МС. У вас был проект Калифорния Ньюкраина, и там как-то с помещением, красота и разные новости, и вот от первого лета, как бы, какая-то привычка заканчивается, куда писать, включать, выходить. А есть на Facebook страница, есть и страница, и группа California and Ukraine, добавляйтесь там, легко добавится, и новости все будут. California and Ukraine была попыткой сделать абсолютно бесплатный куоркинг, в котором не просто бы люди совершенно бесплатно сидели, но в котором были бы инвесторы из Кремниевой долины, и так далее, и так далее. Силу ряда недопониманий, разногласий и так далее с различными людьми, которые должны были помочь, этого не произошло. На Крещатику 10 будет iCup. iCup – это классные ребята, где там всячески. Всячески желаю успеха, но пока бесплатного куоркинга не получилось. Очень хотел это сделать, хотел помочь вашей замечательной компании. И еще про один из каналов, которые не обвиняли. Можно пару слов про Кремниев-кродажи и Аллы Баб? Очень большая тема, очень большая тема, это, конечно, ну, смотрите, давай я вот что сделаю, давай я немножко видоизменю этот вопрос. Значит, видоизменю его следующим образом. Те люди, значит, офигенно важная тема, особенно для B2B, это просто один из главных реалитов. Те компании B2B, в которых я сижу на борде, и которые уже там десятки миллионов долларов продаж, для них это очень большая тема. Значит, я возьму под тему из этого, то, что я могу действительно как бы раскрыть, это так называемый Rolodex. Rolodex – это было, для тех, кто не знает, это было название бренда компании, которая выпускала такой барабанчик, на котором крутились карточки. Это было до исторические, до Digital Media времена, люди реально прикалывали, приделывали карточки к такому барабанчику, у Rolodex. И, но угрожение осталось до сих пор на английском языке, he has great Rolodex, то есть у него есть классные контакты. По сути, вопрос здесь сводится практически 100% к HR, то есть к способности привлечь людей, которые знают, что такое прямые продажи, которые умеют вести прямые продажи, и к способности этих людей покорить, очаровать, привлечь их в команду, замотивировать и так далее. Для раннего стартапа это возможно, так же, как и для позднего стартапа. Конечно, в позднем стартапе, как правило, ребята типа венчурных капиталистов, корпоративных инвесторов, они помогают, они привлекают их в людей. Мой совет, ну, то есть я отвечаю не совсем на повторный вопрос, но все-таки это ответ. Мой совет – искать людей, не пытаться, можно воспитать, конечно, своих и так далее, это очень и очень рискованный, очень дорогой процесс. Самый такой классный шорткат – это нахождение ребят с таким Романдексом, классный опыт. Этих людей можно искать там же, в речи пути, то есть там на трейд-шоу, на семинарах, конференциях, на линдфрине, на твиттере, как-то странно. Вот, но нужно искать как раз людей-профессионалов, которые умеют это делать и их вашим потрясающим продуктам, потрясающим сервисам соблазнять, соблазнять медлительными условиями, давать акции, либо акционы в компании, давать серьезный процент продаж и не покладая руку постоянно их искать. Вот, наверное, такой непрямой ответ, но я думаю, что он наиболее ценный по сравнению с попыткой. Я не профессионал в этой области, я все-таки венчатный фиталист и такой консюмерский предприниматель. Могли бы посоветовать какие-то книги? Я так понимаю, что это не все было сказано, потому что в рамках одной лекции это невозможно просто. Посоветите, пожалуйста, всегда книги по пиалам. Мега классный вопрос. Записывайте. Значит, книжка, которую всем очень рекомендую, кстати, написана офигенно, классно, читается как приключенческий роман. High Stakes, No Prisoners. Высокие ставки, пленных не берем. By Charles Ferguson. High Stakes, No Prisoners. Старая книжка из 90-х годов про один из самых первых больших стартаперских экзитов, по-моему, 150 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, у меня будет больше. Написано очень-очень классно. Этот чувак написал, может быть, кто-то помнит, софт назывался Vermeer Technologies, потом, когда Майкрософт его купил, он назывался Front Page. Помните? Вот эта история Front Page. Офигенная книжка. Очень советую. Такой чувак достаточно злой, такой злопамятный, извительный. Написано просто очень классно. Правда, борьбу, про окопы. Офигенная книжка. Очень крутая книжка The Difference Between God and Larry Ellison. Разница между Богом и Larry Ellison. Если кто не знает, то Larry Ellison основатель из его, ну, часто червен, наверное, компании Oracle. И там такая есть сносочка. The Difference Between God and Larry Ellison. Сносочка. God doesn't thank you, Larry Ellison. В этом разе. Бог не думает, что он Larry Ellison. Офигенно крутая книжка. Нереально крутая. Рассказывает про весь путь Larry Ellison. Она, как бы, с молодых ногтей и до состояния 50 миллиардов долларов, или 60, может быть, сейчас. Со всеми, как бы, падениями, подъемами. Из этой книжки вы знаете в сто раз больше, чем там из 20 миллионов, чем из самой инфлекции. Hard Drive. Вот такая вот толстая, в некоторых местах скучноватая, но самая единственная правдивая книжка про Microsoft и его длица. Больше ни одной. Все остальные с инфекционные, с кучей буршетов, сплетни и так далее. Эта книжка бывает чуть-чуть скучноватой, потому что человек говорит, что вот есть такая версия, есть такая версия, эти люди говорят это, эти люди говорят это. Там можно чуть-чуть прискучнить в некоторых местах, приспать, как бы. Но это просто из-за того, что человек, автор пытается быть очень-очень сбалансированным. Совершенно офигенная книжка The Silicon Voice. Кремниевые мальчики. Это про первых миллиардеров Докумовской эры. Совершенно офигенская книжка. Она такая достаточно тонкая, классическая. Я не советовал бы в нее вчитываться, ее нужно поглотить за один вечер, но она очень важна для понимания, особенно на чуть-чуть более позднем этапе. Она называется The Innovator's Dilemma. Дилемма инноватора. Она рассказывает про то, как заниматься инновациями против самого себя. Как наступать на горло собственной песни и побеждать. Как ставить угловую угла не просто инновации ради инноваций, а инноваций, которые делают компанию гораздо более сильной. Как ни странно, посоветую книжку не из нашей индустрии, а из индустрии кофейной. Может быть, кто-нибудь читал Pour Your Heart Into It. Вылетит в это свое сердце. Howard Schultz, основатель Starbucks. Такая средняя толстости книжка. Не сказать, что мега круто написанная, но очень классная. Офигенно классная для стартапера. Чистый стартап. Как чувак работал продавцом, по-моему, серокапиталровальных машин. Играл в баскетбол, радовался своей жизни, пока его не укусил в комаре предпринимательства. И он построил загониллярную компанию Starbucks. Нереально честно написанная. Я имел честь с ним встретиться один раз. Я просто ночью не спал после этой встречи. Нереально крутой чувак. Потрясающе честный. Нигде про себя не привирающий, какой он крутой пацан. А честно рассказывающий, как он обламывался, как он строил гипотезу. Кстати, вот там очень много уроков про первую часть. Насчет того, как делать наличку, как не делать наличку. Как они правильно сделали наличку, как они неправильно. Я могу долго рассказывать. У меня длинная такая библиотека книг, которые нужно читать. Как ни странно, посоветовал бы, ну такое в развитии как бы темы. Ли Куан Ю, как бы отец Сингапура. Книжка The Grand Master Speaks. Гроссмейстер говорит. Говорит гроссмейстер. Это сборник его интервью. Очень классно подобранный. Очень классно подобранный. По сути, для меня это реально чувак-стартапер. Пришел в бедный, разрушенный, не имеющий никаких ресурсов город, окруженный жутко злобной, враждебной Малайзией. Надеюсь, нет малайзийцев, но никто не обидится. Но реально жутко злобная, не такая большая, гнусная Малайзия с огромными ресурсами, людскими, там, медленными и прочими. Маленький-маленький Сингапур, такой весь несчастный, как бы ничем не защищенный, с уровнем жизни выше, чем в Соединенных Штатах Америки сейчас. В общем, просто чувак реально сделал стартап. И вот интервью с ним они как бы вот рассказывают. Ну, очень длинный дал ответ, но надеюсь... А, в Ромайзии, в Ромайзии, в Ромайзии, в Ромайзии, в Ромайзии, я забыл автора, но она есть. Напишите там, «Билл Гейтс, хардрайв Билл Гейтс». Там что-то такое, что «The true story of Bill Gates, his creation of Microsoft». Смотрите, вовремя, в Ромайзии, вовремя, в Ромайзии, если читать, как было хорошо, и в Северии, вовремя, в Ромайзии, не читал. Если читать, то не читал. Есть очень много книжек, у меня книжки хорошо написаны. Я некоторые пытался читать. Например, есть мега знаменитая книжка «The Wink Startup». Я ее читал и взад, и вперед. Я, в принципе, как бы согласен с идеей. Я просто не уверен, что это книжка. То есть это один парабел или два. Поэтому я ее не рекомендую. Я точно читаю, что ее надо, в английском есть такое, «to have read». «You should have read». То есть это книжка, которую вы должны были прочитать. То есть как-то ее так себе запарите, что там просмотреть, прочитать. Но там реально два параграфа. И все остальное, типа вот мы строили, и вот мы подумали, и вот у нас получилось, и вот у нас не получилось, и вот вам надо то, и вот вам надо все. На самом деле реально два параграфа, которые там где-то в заде на обложке написаны, что какой-то липортап, как вы делаете. Игорь, Денис, и я хотел спросить о какой вопрос. У тебя особенно, у Чидоро, у Лобби, у Лобби, у Экфарма, наверняка сложается впечатление, что большинство украинских стартапов, это такое глушит, это копирование западных, ну, бытует такое, мне не хорошо, так что многие стартапы в Украине, они либо копируют кого-то, либо добавляют слишком мало ценностей, и нет ничего значимого. Ну, как бы Украина только становится на этот путь, и хотелось узнать свое мнение, что нам нужно, может быть, в образовании, может быть, в нашем методе введения дел, чтобы достичь уровня юникорнов, чтобы поднять, что есть Украина на мировое время. Не вовремя, не вовремя, не вовремя, не вовремя вопросов. Все остальные были выпущены. Мега-клатный вопрос. А не считаю, что украинские стартапы это лучше, не считаю, и я бы тут не был. Не считаю, что украинские стартапы это больше чем-то стартапов, но много-много гадостей сказать, если хотите. Да-да. Значит, первая гадость, и как бы отличается, потом приятность. Сначала гадость, конечно. Значит, первая гадость, и есть к моему большому удивлению, это уровень непрожелательности. И я очень люблю Украину и людей здесь, иначе бы я не видел в ваших замечательных странах. Меня удивляет всегда, когда я общаюсь с кем-то ни было, и человек всегда находит немножко времени рассказать о себе по кому-то. Если вы сможете каждый к себе задавить эту плаку, то жизнь ваша станет лучше. Если вы можете также помочь задавить эту плаку с соседями, хирургами и так далее, когда о ком-то начинают говорить, да, жизнь не станет лучше. Просто сделайте себе вот мой такой, как это называется, take out, то есть результат вечера. Когда вы о ком-то хотите сказать гадость, просто не говорите. Вот там, ну, может, вы не согласны, может, даже человек, кто такой плохо, скажите, ну, ну, там, я не буду делать, ну, дай ему Бог, ну, там, считай, так и так, так. Это первая большая проблема, как бы она психологически, она звучит как бы вроде вот стататок не имеет отношения, но она рвет очень сильно ткань вашего взаимоотношения. У вас калькурировать не зашла. Рынка практически нет, инвесторов практически нет, людей с любительными карточками очень мало, там, финансирование стататок никакое. И вы должны помогать друг другу, друзья мои, вы же замечательный народ. Вы должны помогать друг другу, а каждый раз, когда либо вы, либо кто другой говорит какую-то маленькую гадость от других людей, это вот каждый раз, как говорится, маленький котенок где-то умирает. Поэтому давайте, давайте спасибо маленьких котенок, не будем говорить гадость. Вторая штука очень важная. Вторая гадость. У вас отсутствует экосистема, у вас, ну, это вообще сейчас скажу, сейчас скажу, не говорите гадость, я сейчас буду гадость говорить. Значит, вторая штука, значит, то, что из себя представляет успешная экосистема в Америке, особенно в Северном Куре, потому что там, скажем, Чикаго, она гораздо не успешна, она все равно успешна, но не менее. Заключается в том, что существует на низовом уровне вот такие куоргинги, которые друг другом сотрудничают, которые друг другу помогают, ангел-инвесторы, которые друг другу сотрудничают, которые друг другу помогают, блогеры и пресса, которые друг другу сотрудничают, которые друг другу помогают, венчурные фонды, которые друг другу сотрудничают, которые друг другу помогают, городские, областные, федеральные власти, которые друг другу сотрудничают и так далее, и так далее. То есть все вот эти люди, они стараются, да, там кто-то кого-то недолюбливает, да, у кого-то с кем-то была ссора, да, кто-то с кем-то были мужем и женой, или там мальчиком и девочкой расстались, и плохо друг друга относится, но люди стараются как-то вот все равно сшивать вот эту вот совместную ткань и получают некую, вы знаете, как гейминги, получают некие какие-то там дополнительные яблочки или сердечки за то, что они каждый раз про кого-то что-то хорошее говорят, либо говорят, о, слушай, классно, вот этот инвестор, он тебе там, я тебя хочу просто вот чисто, чтобы помочь пацану, как говорится, просто познакомить кого-то с кем-то. Вот просто сделать хорошее дело. Вот это очень-очень важная штука. Очень большой здесь недостаток заключается в том, что у вас мозги потрясающие, я абсолютно честно говорю, отличные первоклассные мозги, ничем не хуже мозгов американцев. Но реально действительно есть очень большое количество буншета, в данном случае каких-то совершенно ненужных, бессмысленных разговоров о том, как сделать дизайн продукта, о том, какие-то стратегии, композиционные, какие-то там менеджерные подходы, какая-то муть, просто нереальная муть. Есть одна единственная штука, о которой нужно думать. Как, сделав какой-то прототепчик в продукте, начать масштабировать, начать растить. В процессе того, как вы растете, начать думать о том, как вы это делаете. Когда вы растете, монетизируете, попытаться сделать рост масштабируемый, идти несколькими способами роста, в этот момент вам подавили обязательно инвесторы, обязательно глобализироваться и так далее. И еще одна очень большая проблема. Вы очень часто не осознаете важности глобализации бизнеса, важности медленного, как можно скорее, как только первые детские крики продукта раздались, пошли пользователи, начался рост, перекидывание мостика веревочного в Silicon Valley, но не обязательно в Silicon Valley, в Нью-Йорк, Бостон, Берлин и так далее. Перекидывание мостиков в Финдера, так как это сделали три очень успешные нации, которые вам постоянно нужно всем брониквизовать. Израиль, Эстония и Ирландия. В Израиле здесь очень много говорят, про Эстонию гораздо меньше, про Ирландию практически нет. Но то, что очень схожи между этими три нациями, ресурсов вообще никаких нету, враждебное окружение, экономика не была никакая большая, ничего особого ничем не привлекали. Взяли и построили во всех трех местах офигенно успешную национальную экономику, нереально успешную. И построили ее, если честно, тем, что перебросили мостик в одну единственную страну, в Америке. Эстония, Израиль, Ирландия. Все всячески пытались найти себе партнеров, найти себе людей, которые с ними будут работать, найти себе инвесторов, найти себе каналы сбыта, найти себе правильную продукцию и так далее. То есть вот, наверное, наговорил кучу гадостей, вот, наверное, те недостатки, которые здесь есть. Я очень верю, что у вас получится, очень верю, иначе вы сюда не идете. Но мне кажется, что получиться может только, если вы все начнете пытаться друг с другом, даже с людьми, которым вам неприятно, строить взаимоотношения, строить экосистему, устроить комьюнити и пытаться не победить кого-то, а пытаться вместе с кем-то вырасти. Тогда вы будете завязывать кучу всяких, ну, если не дружку, то вы там какие-то взаимоотношения. Ну, вот, такая длинную речу выберем. Плохая моя вопрос. В связи субрегатичный сектор в Украине, люди вообще далеки от IT-интернета, и какого вы рекомендовали для Астралига, чтобы вы максимально оплатите? Очень классный вопрос на тему, которую я совсем не владею. В принципе, для Астратегии она хоть для ядерной физики, хоть для сельского хозяйства одна и та же. Я ее примерно изложил, я еще раз там две-три основных вещи повторю. И в вашей индустрии абсолютно точно существуют какие-то очень популярные люди, я не знаю, кто они, журналисты, блогеры, предприниматели и так далее. И в вашей индустрии до них можно и не нужно достучаться. И в вашей индустрии вы знаете, но не я, что именно, как бы, не движет, какие вещи им интересны, про что они пишут, что, как и что им можно запичить. И в вашей индустрии пич должен быть другим, ярким, интересным, кратким, секси, визуальным и так далее. И в вашей индустрии человек, который пишет на эту тему, с удовольствием напишет. Ну, вот, я не знаю, согласитесь, или вы, наверное, кажется, так? Спасибо. Игорь, а давай я спрощу тебя, перед ботехнических вопросов. Во-первых, по слову, какие-то классные советы и так дальше. Но вот мое мнение, как человека, который долгое время там работал в СО, там, с рекламой маркетинговой и так дальше, да, это классно работает, если мы говорим о каком-то продукте, который, в принципе, понятен людям, которые вот уже ждут и заведут и так дальше. Вот. А как этот инструмент использовать, например, для инноваций, то есть для чего-то нового вообще очень, на самом деле, сложно... Я согласен с тобой, но я не предполагаю, что как Ольга появился первый прототип, сразу же не надо. Ну, как вариант, да, такой лайфхак. То есть можно искать, скажем так, проблему, да, оптимизироваться под проблемой, предполагающей. Теоретически, конечно. Теоретически можно. Спасибо. И второй вопрос, такой больше уже инвестиционный, да, то есть вот я сейчас активно пропагандирую там по всей нашей украинской и стартаторской пословке такую тему, что вам не нужны инвестиции, скорее всего, в принципе, и давайте лучше зарабатывать и деньги с вами, а инвестиции вас найдут. Вот что ты думаешь об этом? Практически весь вечер вещаю на эту тему. И еще раз повторюсь, Англия, вклады. Собираете команду, делаете продукт, занимаетесь вот этими тремя, может быть, выполненными направлениями, аналитикой, покупкой, работой в окопах, фокусируетесь на работе в окопах, на способах роста, масштабируете, придумываете бизнес-модель. Я абсолютно точно согласен, инвесторы, это вообще... В этой стране, к сожалению, Женя Сосоев написал, по-моему, что в прошлом году 30 миллионов долларов все было пронесено. Это ничего. Вот, поэтому просто как бы забудьте про них, растите, двигайтесь сюда, как я говорил, в очереди банду стоит инвестор. Любая компания, которая мне напишет и скажет, чувак, в общем, у нас в этом месяце были продажи 93 тысячи долларов, в предыдущем 72, в предыдущем 52, в предыдущем 22. Мы доходные, мы на американском рынке, у нас все растет. Я буду умоляю встретиться со мной. И, конечно, за эти песни. И сейчас вот еще один вопрос, кстати, навеяло параллельно. И у нас сейчас, я с этим сталкивался, вот когда с Польшей активно начал работать, и сейчас сталкиваюсь, до сих пор, я думаю, не я один, но есть местью многих наших стартаперов, причем уже даже продвинутых. Вот мы сделаем продукт, обкатаем на местном рынке, а потом будем идти в США. Вот, в принципе, я считаю, что, наверное, это неправильно, и что лучше сразу делать продукт под рынок, куда ты идешь, потому что рынок США, кордивойный от рынка Украины, там, где Польша, например, отвечает. Смотри, интуитивно я согласен с этим, интуитивно я всем говорю, что сразу же, как бы, да, делайте то, что делаете. Но, тем не менее, есть очень много случаев, когда людям реально нужно что-то протестировать. И зачастую, я не знаю, нужно в каждом конкретном случае конкретно разбираться, но бывает, что гораздо дешевле, проще и легче протестировать. Но там уже дальше надо в каждом конкретном случае разбираться, потому что там действительно какие-нибудь там картинки, игры и так далее, которые здесь очень сильно отличаются в картинках и играх. Развитие темы продукта. Мы много говорили сегодня про ром, там, как расти, куда-то надо, но нельзя расти, если это не отражено в продуктах. То есть, марш, марш, как говорится, реагеростно, они могут быть форманы в стеки и продукты. Да, согласен. Ну, я, если хочешь, могу продолжить, если это предупредительно. Но все это совершенно верно, но проблема, которую я вижу, и я не знаю, если вы честно посмотрите, как бы в душу самим себе, делайте селфи, то, наверное, так, если честно, скажите, прав я или не прав. Все мы, у нас у всех тенденции, у меня тоже, я боюсь с этим очень сильно, фокусироваться на продукте. Я не пробую, продукт, конечно, должен быть, не может у вас быть какая-то фигня, и вы ее просто там пытаетесь продать, она не работает. Котору, как это. Зарабатывает десятки миллиардов долларов, а мы сидим над ними потешаемся. Они, как говорится, laughing on the way to the bank. Но тенденция у всех есть в фокусироваться на продукте. Но не может человек не в фокусироваться на продукте. Это как бы твой ребенок, невозможно не любить своего ребенка. Проблема в том, что так же, как родители говорят, ой, вы миленький ребеночек, ой, какие у нее косички, ой, как она медленько улыбается, ой, как она какает хорошо, кушает хорошо там и так далее. То, что неинтересно даже вообще другим людям. Но родители фокусироваться должны не на том, как ребеночек кушают, родители фокусироваться должны на росте этого ребенка. Как ребенок, как сделать его лучше, добрее, как человек, как сделать интеллектуальный, успешный, как дать образование такая. То же самое и с продуктом. Тенденция всех нас, всех, меня тоже, о, еще такой функционал, о, прикольно, чтобы ты делала это, о, прикольно, а давайте еще синтегрируем с кем-то, о, классно, давайте еще вот здесь вот приделаем там портинг, там, туда-то, туда-то, туда-то. Вместо этого все успешное, что я вижу, это люди с утра до вечера не об этом говорят, мне о продукте говорят, говорят о росте. А рост это такая собака, под него продукт начинает ухибаться. То есть он, клиент приходит и просто говорит, если вот этого не делаешь, что-нибудь, либо там, я не знаю, что вы делаете, там, разные из вас, например, если API не задокументируешь, что там с ним не будет работать программисты, если там платежное средство вот такое не добавить, что не будет работать. То есть продукт, он начинает, как вот опять же, вот это ребята ребеночек, как он начинает там расти, утрепляться, там, и так далее, то есть продуктовая стратегия вторична. Она вас справилась. Да, все, любой, посмотри, любой вообще успешный, любой, Microsoft, посмотри, Oracle, посмотри, SAT, посмотри, Google, посмотри, они что-то строят, они с этим выходят на рынок и дальше говорят, чувак, вот это должно быть так, вот это должно быть так. И да, продуктовая стратегия безусловно важна. Я не уверен, что она вторична, просто успех в редких случаях, да, достигается именно продуктовой стратегии, но, как правило, успех достигается стратегией роста, потому что продукт имеет такое свойство подстраиваться под реальность, а вот рост, это рост. То есть, если ты, как бы, правда, the proof is in the case, доказательства того, что повар умеет готовить, не в грамотах, которые разрешены на темпах, а в том тортике, который в росте не имеет. То есть, кейт в данном случае это успех стартапа. То, сколько он продает, какие им столы, там, сколько клиентов, какие, насколько это доходный. Спасибо. Железные стартапы, вот, как изнутри, да, насколько там будет, как бы, конкуренция, когда можно перепидывать, допустим, по умной домам, всякие, такие, какие-то интернет вещей. То есть, насколько действительно много проектов питчат, допустим, там, умирает, не умирает, насколько большая конкуренция. Насколько здесь видно, то, как бы, там, сквачено, очень сложно, лучше не идти, лучше максимум, там, в Европу, когда-то эти манеры. Я акционер в Путкинбе, например, если вы знаете, очень классный стартап. А какая ваша доля в Путкинбе? Маленькая. Сусоев не говорит, сколько они зарабатывают, вы не говорите, сколько его дают. Ну, к сожалению. Говорите, надо быть открытым. Не скромно. Нет, понимаете, я так же не могу рассказать многих секретов моей мамы. Хорошо. Либо, там, свои некоторые личные вещи. Вы есть какие-то. Значит, по железным стартапам, я не думаю, что сильно меняются правила от этого. Я, вот сегодня, там, Миша меня водил по всяким разным чудесным местам в ноосфере, и к ТГУ мы были, там, ходили, всякие лэбы. Нереально круто, офигенно умные люди, очень глубокие, там, рассказывали всякие классные байки про то, как они там побеждают на разных чемпионатах, призы, вот там, Дупой призем, окей, золотые призы, там, побеждают японцев, американцев, корейцев. Нет, тут мега классные мозги, и люди тоже. Можно вопрос о персонале, но я думаю, что немаловажный вопрос. Карл и Ладо, если роста нет вообще, да, огромных, господи, нет, огромных, да, понимаешь, что ты делаешь не так, ты пытаешься не исправить, но на протяжении определенного времени просто нет. Определенное время какой? Недели, месяц? ну, допустим, год, год, два, год, 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 я по всем, да, по всем, нет, я уверен, и продукт вроде хороший, да, и пользуется, неприличный анекдот, можно рассказать? Ну, такой нематерный, больной приходит к врачу и говорит, доктор, у моего друга проблемы, врач говорит, ну, снимайте встану, показывайте, я боюсь, что тут очень такая докторская ситуация, если так долго нет роста, нужно просто делать что-то, мне кажется, другое, то есть, недели, да, ерунда бывает, нужно что-то такое думать, месяца, да, но год, это такое гигантское, это просто, это вечность какая-то, я знаю, что очень тяжело, кстати, вообще тоже очень большая тема, когда нужно. но как же бросать, ребят, ты же его любишь, так же, но не веришь, так же, понимаете, вот какая штука, ребенок, то есть, его не бросать, его закапливать, я не знаю конкретную ситуацию, я ни в коем случае не хочу обижать, и так далее, спасибо за смелый вопрос, как бы, вот, проблема в том, что очень часто бывает, что ты, я, кстати, был в этой ситуации много раз, между прочим, я вот с умным видом рассказываю всякие вещи, у меня пока очень много было, и в том числе, когда долго-долго, ну почему не растет, у нас был один продукт, не хочу называть, потому что есть люди, которые могут посмотреть и очень сильно обидеться, которые со мной это делали, у нас был один продукт, который два года, там были пользователи, несколько сот тысяч долларов продаж, мы сводили концы с концами, и вот вроде бы, сейчас вот с этими, вот сейчас вот эта компания, вот сейчас тут выстрелит, вот сейчас, и все не росло, и не росло, и не росло, и не росло, и глядя назад, я понимаю, что не два года нужно было терпеть, а там месяц-два, и все, нужно было бросить. На самом деле, я уверен, что многие из вас, занимаются не одним, а там, скажем, двумя или двумя вещами, в этом ничего хорошего нету, потому что нужно, конечно, фокусироваться, но, как правило, когда человек начинает заниматься каким-то, кто-то смеется, значит, как правило, как правило, если человек начинает заниматься другими вещами, ну, если вы мега такой гениальный человек, у вас мега крутые ресурсы, вы мега знающий, окей, но во всех других случаях, не знаю, несколькими вещами может заниматься венчурный капиталист, потому что он там вложил, и там, через месяц ему напишут, и там будет какой-нибудь бор, там что-то. В общем, мой вам совет очень жесткий. Там, поставите какой-то дедмлайн, скажем там, еще неделю, но не год, там, неделю, две недели, и если не произойдет то-то и то-то, ну, все, похоронить, закопать, и как бы идти заниматься чем-то другим, это жутко, вот точно. Исключения ведь тоже бывают, да, бывает, 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 не раздет, не раздет, да, но, бывает, но, вообще никак не проявляется, а потом буквально, все может быть, все может быть, но это именно исключение, исключение, это когда там, типа, тысяча вот так, а тысяча первого вот так. Я, мой вам совет, не зная совсем ситуации, если так долго, целый год, роста нету, то вы либо, либо продукт не нужен, либо вы что-то делаете неправильно, либо какие-то каналы роста неправильные, либо есть какие-то конкуренты, то есть вот, ребята, я вот сказал сегодня, я очень надеюсь, что вот, ну, по крайней мере, кто-то из вас поверит чуваку, в который очень-очень много всего сделал, много раз обломался, прочитал. Вот эти три вещи, с которых я начинал, помните аналитика, упаковка и окопы, вот значит, может быть, что-то не так в аналитике, значит, может быть, вы просчитались, может быть, продукт не сильно нужен, может быть, цена слишком большая, может быть, вы думаете, что конкуренты плохие, а конкуренты хорошие, может быть, конкуренты плохие, но у них есть такие крутые каналы может быть ваша аналитика где-то страдает и вы ошибаетесь думая что это что-то что пойдет что это предшествовало что самое интересное было ой но решение было связано с тем что чеченская война началась я был очень редко против меня жутко не понравилось я в армии отсужил они за это уехал мне жутко не понравилось что творить в обществе злобы и расизма вот это я точно помню а что произошло когда я уехал я у меня были более идеалистические взгляды на америка я думал что танцы про медом намазано и просто вообще я работал несколько лет с американцами и это все были потрясающие совершенно люди и я создал картинку что все американцы такие мега потрясающие люди и приехал такой довольно жесткий город нью-йорк в котором не все потрясающие люблю но у меня не было никакого разочарования я все равно очень люблю нью-йорк и америку просто как бы реальность она более многомерно как бы янки такие же как и все люди со своими недостатками и так далее я очень я не знаю адаптация была очень быстро потому что я говорил научно свободным английском я приехал с некими бизнес-знаниями с образованием с деньгами так что как у меня не было тяжелое если честно плюс из грин карты приехал поэтому как то я к сожалению не никаких таких историй крутых не расскажу могу не будет рассказать спрашивают у миллионера как вы стали вот вы приехали в америку и за пять дней стали миллионером ну в общем я приехал в бруклин купил часть удаленная нью-йорка купил рыбу за доллар поехал в этот самый манхэттен продал ее за 2 потом там вернулся еще раз купил еще раз ну а на второй день на второй день тоже поехал она 3 то же самое 4 то же самое она 5 на 5 ты и умер мой дядя на самом деле это очень похоже на жизнь татаря то есть ты как бы постоянно покупаешь рыбку в бруклине перевозишь ее на самом деле ребят задумайтесь очень серьезный очень серьезный анекдот мы все постоянно покупаем рыб рыбку в бруклине привозим ее манхэттен и перепродаём постоянно где-то пытаемся пофиксить это маленькую проблемку как-то и решить нам кажется что мы самые умные на свете что мы делаем все лучше всех чтобы именно вот это станет очень большим а кенька заключается в том что нужно гораздо больше мучиться нужно гораздо больше мучиться нужно гораздо больше заниматься вот этой первой первой группой проблем аналитикой нужно гораздо больше смотреть на то что делать и уважать знаете со временем сократ по моему сказал что разница между мной молодым и мной старым было в том что когда я был молодым я знал все тогда по времени достал стареть я становлюсь глупее и глупее все больше понимаю как много я не знаю я сейчас стал безумным то есть я я просто понял что практически все что я сейчас открыл и ни в чем ничего я немножечко знаю тут немножечко знаю там и так далее а вот человек более молодой он гениальный потому что знает все рассказывать ничего не надо как-то в фейсбуке у нас был спор один из не спор даже не был прикол а значит один из стартапчиков кстати очень успешных украинских оси его запустил какую-то вещь и говорит вот игорь шайфот и там говорит то-то и то-то а какой-то чувак такой пишет да что он знает силикон вели там то-то 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 и то-то я думаю нифига себе там какой-то монстр такой заглядывал чувак хайску закончил год назад и вот как бы где-то там в киеве по-моему что такое дело я думаю может какой-нибудь гениальный чувак тут вообще ты с игром шайфот ну типа там гуру якобы но ты с игром шайфотом типа разговариваешь тебе да мне пофигу что ты играешь шайфот раз он не знает что там силикон вели делается там делается вот так и вот так главный урок для нас всех для меня то есть я это с умным видом говорит не значит нам нужно гораздо когда мы что-то начинаем ребят вот такой мощный-мощный лайфхак такой тайка сегодняшнего вечера нам нужно гораздо больше мучиться прежде чем бросаться в ум считая что мы все знаем нам нужно гораздо больше попытаться почитать гораздо больше поговорить гораздо больше притвориться идиотом и сказать чему еще вот у меня такая идее не потому что очень часто мы что-то придумываем так чуть-чуть про это почитали несколько начений поспали и все вы придумали гениально день а ну что почаще все свои их друзей сейчас что думаешь на что думаешь на tot Sure найти каких-то там сидящих здесь умных людей и сказать, слушай, а вот у меня, вот почему Силиппом Белли офигенно работает? Люди обожают друг другу задавать глухие вопросы. А я вот сделал то-то, что думаешь? И он начнет критиковать. Причем, как правило, критиковать ключевой момент, да, не злобно, не там, типа, ха, что-то сделал, а типа, ну да, как бы прикольно, ну понимаешь, старик, вот есть там сервис такой-то, и человек начинает задумываться. Можно я не вернулся к вопросу, про похоронитель, если вот ничего не получается. А есть какая-то альтернатива? Можно похорониться всем, а можно сделать пиво. Да, в общем. Вот, когда, в каком мы в случае это? Не знаю, не знаю, это как бы, это как доктору как-то заочно в молитве говорить про моего маленького друга. Нужно смотреть, но я согласен, что в некоторых случаях стоит сделать пиво, и многие делают пиво, это даже пиво успешный, иногда он бывает совершенно случайный. Я вам могу рассказать историю одной очень известной компании, которая за несколько сот миллионов долларов продалась. Значит, ребята придумали крутую базу данных контактов, пришли к очень большому речерному фонду BrinkerFisher и стали пичить крутую базу данных контактов. Все посмотрели, ну как бы, ну да, ну прикольно, сказали, ну, ребята, как бы эти крутые базы контактов для тебя. И уже те как бы собирались, одевались, и лэптоп чувака, чувака, который пичил, он, значит, зашел в браузер, это был 97 год, и в браузере какое-то письмо открытое было. И Стив Джарвитсон, один из основателей BrinkerFisher Джарвитсон, сказал, ух ты, а что это у тебя? Он говорит, да, это вот мы написали такой браузер-бейст-эмейл, а тогда браузер-бейст-эмейл просто у него хат-мейл. И тот сказал, опа, нифига себе, ну-ка, секунду, присядем. Они присели, они выписали этот чек прямо вот тут же, прям в разговоре, он сказал, нереально круто. И буквально через год они до 200, по-моему, до 250-м, когда ты увидишь в портале. То есть ребята делали совершенно одно, пришли кичить совершенно одно, просто не понимая, что они сделали, была фигня, но они сделали самый первый браузер-бейст-эмейл, которого вообще не было. То есть у всех тогда были эти клиенты с кучей проблем, с установками, со всякими фигнями, а тут просто браузер вошел, хат-мейл в ракуум. А ты сказал, что в какой-то момент ты решил, что все, хватит стартапить там. Почему? Что тебя потопнуло? Ой, я не знаю, устал как-то. Это очень тяжко, потому что ты не спишь ночами, ты покатишь свои взаимоотношения с любимыми женщинами, с друзьями, с семьей, люди пишут, как? Мы сегодня идем на вечеринку, неужели ты не пишешь? Какая вечеринка? У меня там утром презентация, всего лишь там 11 вечера, мне нужно сидеть, ночью перейти и так далее. Это постоянный стресс, это постоянное вот такое изматывание для себя, это постоянное... Это зависимость от интенсивности человека. Так, я, например, кофе не пью, я, кстати, чай тоже стараюсь не пить, потому что я и так такой, наржайзербани, а если я еще пью, то вообще остановлюсь с кем-то бешеном. Ну, не знаю, просто как-то я как-то решил, что уже... Все. Мне кажется, я через несколько лет опять пью. Кто-то что-то, по-моему, еще хотел. Стартап какой, проще рассмотреть инвестору железный или все-таки инвесторы? Да, есть инвесторы, которые только в железо. Ну, а по личному? Ну, мы ни одной инвестиции. Ну, вот я в ЭКЮБе, но вот Интерпромте, 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 у нас именно железных нет ни одной. У нас есть Интернет оф Сейнз, одна офигенная компания, которая называется, но просто специализация. То есть есть люди, которые вообще только в железо, больше на что. То есть это вопрос, который даже не хочет. То есть развили мы рынков? Да, да, есть инвесторы, которые там инвестируют только в базу данных, только в электронных коллекциях. То есть, кстати, это вопрос, ведущий к очень важному вопросу, если уж не включите инвесторов, то же самое, то же самое правило, с которого я начинал про стартап. Аналитика, аналитика, аналитика сначала. Ребята, я получаю такое количество спама. О, в общем, короче, мы там делаем такую штуку, то, 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 то. Вообще имеет еще отношение к тому, чем я занимаюсь. То есть я думаю, человек потратил, ну там, благо, 10 секунд, 15, потому что дальше я не читаю, но потратил 15 секунд в моей жизни, потратил минут 10 своей, пока он все это написал. Зачем? То есть просто совершенно несмысленно. Поэтому обязательно делайте аналитику, обязательно питчьте тех, кому это нужно. То есть вот я как бы говорю, don't pitch me, bro, да? Если у вас, у любого здесь есть компания, у которой есть сотни тысяч долларов продаж на мировом западном в Америке и так далее, ищите, если компания растет, безусловно, да, мне интересно. Но ловите, да, в этих сетях. То есть вы выбираете компанию, потому что там, где ваша же есть компетенция? Ну да, потому что если ты инвестируешь, это тоже, между прочим, отличие опытных инвесторов от и опытных. Смотрите, ведь не опытный инвестор, это инвестор, который говорит, о, прикольная штука, мне это нравится, ты будет большим, я инвестирую. А это совсем не то, что делает опытный инвестор. Опытный инвестор гораздо сложнее, как говорится, string of characters, да? О, это прикольная штука. О, это сильная команда. О, ребята знают, как расти. О, ребята поняли, как монетизировать. О, если я дам вам деньги, они знают, как потратить. О, они способны соблазнить имя инвесторов. О, эти ребята наберут сильную команду. О, они знают, как строить вералки. То есть сложная-сложная-сложная такая функция. Где-то там ближе к концу этой функции. О, мне кажется, это какая-то вещь, которая станет, внимание, масштабным бизнесом, потому что нафиг никому не нужен бизнес, который там миллион долларов делает. Ну, его могут купить, но очень мало играет. И ты вкладываешь в то, что понимаешь, что это имеет шанс стать действительно реально огромным и там, ну, хотя бы там за 50-70 миллионов продавцей, если ты инвестируешь по оценке контекста, да. А мне нужно еще вопрос. Да. Сейчас вычеркиваю мнение, что у тех лидеров, там, в транслях, которые живут в северную, что появилось много профессиональных инвесторов, то есть появилось больше денег, чем у людей, да, в том, что он добавил. И в связи с этим может повториться, я там и правда, что он а через мать. То есть будет много миллионов людей, которые могут не помнить. Они полностью могут чистить, чтобы кто-то не будет. Ну, со всей первой части согласились. На выключенный профессиональных инвесторов просто обидеваять, и в том числе в этих странах не буду называть людей, а просто люди, которые там занимались тракторами, которые уверены, что теперь они могут вкладывать в медицину, потому что какая разница, трактор или медицина. А разница гражданская, ты не понимаешь этих каналов где-то, ты не понимаешь ценовой политики, ты не знаешь, с кем разговаривать, ты не сможешь помочь этим ребятам продать, ты не сможешь привлечься с инвектором, они с тобой разговаривают на другом языке. В общем, бесконечное количество. Но я единственное, что может быть не то, что не согласен, а манифицировал до окончания, абсолютно точно будет кризис. К сожалению, это как бы неизбежно, потому что есть очень много действительно, кто-то полный нерунный финансированный, в том числе и на миллиарды, что-то финансированный. Но фейнка заключается в том, что на каждом более высоком уровне этот кризис для технологических компаний все слабее и слабее. Потому что сейчас, если вы посмотрите на эту компанию, я помню 90-е годы, в Holy Shit, в 5-дап комнат, у нас есть идея, что мы будем по почте посылать корму для собак. А почему магазин не может посылать корму для собак? А почему какой-нибудь зоологический магазин, в который постоянно приходят те же самые люди, не может делать то, что у вас длинный сайт там и так далее? А если вы сейчас посмотрите Uber, какой кризис может быть Uber? Airbnb, какой кризис может быть у Airbnb? Люди перестанут снимать до квартиры, либо они договорятся напрямую с... То есть появилось такое огромнейшее количество... Ну, есть куча сан-францисских таких картатов, которые здесь ничего там не значат. А, которые здесь есть очень похожие копии. Например, у нас есть TestCredit, у вас есть не с кабанчиком. То есть я не знаю, какова будет... А уже нет. Я не знаю, какова будет судьба каких-то таких на локальном рынке, но такие большие чуваки, как TestCredit или Fiverr, он уже такой большой, что он уже единственный тейл у него может быть, что появится кто-то, кто сделает то же самое. Но проблема как бы предыдущей кризиса была в том, что вот ребята придумывали вот этот TestCredit, вообще полная их фигня. Совершенно никому не нужная, поднимали на него десятки миллионов долларов, тратили какие-то гигантские деньги на рекламу, получали клиентов, которых был ноль вообще, абсолютно полный ноль лояльников, полный ноль лояльников. Кто даст дешевле, тем не будет пользоваться. И всю эту толку мог любой там Amazon, любой зоомагазин, любой Walmart. Вот так, чтобы слезать языком, просто дашь там на 5% ниже. И все базы данных клиентов нет, и они знают то, что покупают и так далее. А сейчас по-другому точно будет кризис, абсолютно 100%. Я думаю, что, наверное, если не будет каких-то движений из страны, находящихся на север от вас, либо некоторых стран, находящихся на юг от вас, что, скорее всего, ближайшие года два-три, я думаю, возьму на себя смелость, ничего не будет такого мега крутого, потому что вроде бы все такие financial basics, financial fundamentals, они вроде бы все. Производительность труда растет, стоимость нефти фундаментальна, там какие-то мелкие требования, фундаментально будет немножечко уходить вниз. Голдмирсак недавно сказал, что, наверное, будет средняя под 40, а может быть даже еще ниже, некоторые считают 30 и так далее. И фундаментальные все вещи говорят о том, что ближайшие пару лет, может быть даже три, если опять же северный сосед ваших, либо южные ваши соседи не выкинуть каких-то интересных портелей, то вроде бы не должно быть. Но то, что он будет, это абсолютно точно. Как ему подготовиться? Делать такой бизнес, который не пэт-статком, делать такой бизнес, который не какая-то фигня, придуманная на салфетке, без мучений, без операций, без ивотов, без продумывания каналов роста, без попыток сделать так и так, и ошибок, и виральности, и нахождение новых каналов, и так далее. То есть, мучиться, 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 что-то такое придумывать. На самом деле, кстати, еще один очень хороший совет. Диверсифицироваться, то есть диверсифицироваться таким образом, что если вы можете где-то консалтики подрабатывать, то есть вы можете где-то делать что-то, что приносит деньги, делайте что-то, что приносит деньги, создавайте какие-то накопления. Ну, то есть, на самом деле, я не знаю, сейчас наступает совершенно потрясающая эра. Потрясающая эра в том смысле, что все на Западе, Я думаю, у вас это тоже будет. Все назад эти бизнесы, которые были, как у нас говорят, bricks and mortar, магазины какие-нибудь, производители железнодорожных платформ и так далее, они все больше и больше становятся бизнесами технологии. И то, что раньше я своим студентом, с умным видом, он воюет, в Berkeley, говорил, the future is going to be business of technologies, они там записывали, ну и да ладно, не будет технологии. То сейчас это все реальность. У нас один стартап, я сегодня рассказывал, был на фабрике, по-моему, в Резуне или в Нью-Мексико, Victoria's Secret. Гигантская фабрика, три человека работают. Все остальное роботы. Просто три человека. Все шьется, упаковывается, красится, транспортируется, все полностью делают роботы. Вот это нереальный робот. То есть это текстильная индустрия, индустрия мод безумно тупая, безумно консервативная. Никаких инноваций, кроме, собственно, мод технологических там не было отродяйся. Вот смотрите, просто полный, им не нужно уже никуда аутсорсовать ни в какой Китай, просто три человека, гигантский завод роботов, который производит, соответственно, себестоимость там просто никакая. 24 часа в сутки они попегачат. И там, я думаю, какой-то видоизменить шокчик, увеличить количество размеров таких, а не таких, покрасить вот так-то и так-то, получить agile, там, change of business processes прямо из магазинов, прямо из клада и статистики. То есть, ну, просто, вот, бизнес, по крайней мере, в Америке, конечно, не весь. Он просто становится таким технологическим. Поэтому, чем больше вы можете кому-то помогать, какому-то большому бизнесу, большому банку, либо не очень большому, ну, кому-то, для кого-то быть таким технологическим энейблером, решать такие технологические проблемы, тем больше вы против лица. Можно, Валерий, по-своему? Ну, во-первых, большое спасибо за доклад. От лица педагога очень интересно вас слушать. Поэтому большой вам поклон. И, собственно, вопрос от педагога к вам, как к педагогу, в первую очередь. Есть ли успешные стартапы в сфере образования для вас? И вообще верите ли вам в будущее таких стартапов? И если есть хорошие, плохие люди? Ну, Udemy, Khan Academy, Udacity. В общем-то, обычно три таких стартапчика, которые у нас сейчас у всех на слуху. Вот именно эти три, они как бы очень успешные. Не факт тоже, что они не закроются. В области образования я 15 лет преподавал в трех довольно серьезных университетах Америки. Оно в Америке, конечно, очень высокого уровня и так далее, выше. Но оно такое же бюрократизированное, оно такое же неповоротливое, оно такое же во многих отношениях глупое, как и, надеюсь, никого не обижаю, образование в Украине или в Англии или в Германии. Оно очень устоевшее, оно действует по этим лекалам, что человеку для того, чтобы стать бухгалтером, нужно 4 года просидеть и слушать лекции, вот там, какой-нибудь истории литературы, или там, не знаю, какой-нибудь дематики и так далее. Когда все, что нужно для меня от бухгалтера, это чтобы человек прекрасно знал, там, Quicken и там, Microsoft Money и все. И там, знает этот человек мировую историю, географию или там, французский язык, меня вообще совершенно не интересует. Поэтому я думаю, что сейчас идут мощнейшие совершенно процессы, ну, прежде всего в Америке, я не знаю, насколько в Европе, но не верен. И за Америкой точно пойдет, вот, развитая часть Азии, Корея, Япония, Гонконг, Сингапур там и так далее, в ту сторону, что образование станет очень специализированным, а все эти остальные предметы, которые сейчас преподаются, они превратятся из обязательных предметов, просто в некие хобби. Но, к сожалению, мне так кажется, мы превращаемся в такой, как бы, вот как вот были, знаете, эволюция, там, я не знаю, там, Тикантеров, Австралопитек и так далее, и так далее. Я думаю, что, к сожалению, происходит эволюция в Homo Googleus какую-то и Homo Wikipediaus. И мы вместо того, чтобы, как раньше было, о, мне очень интересна тема, не знаю, там, истории Англии, средних веков, и выбрали какую-то интересную написанную книжку, вместо этого гуглите, идете в Википедию, читаете одну страничку, читаете, что знаете историю Англии. Но, оборотная сторона, я уверен, что образование все больше и больше станет коммерческим, оно все больше и больше будет фокусироваться на четких, каких-то, на очень углубленных четких моментах. И если ко мне придут на, ну, если бы я искал бухгалтер, это очень простой вариант, и ко мне придет бухгалтер, закончивший Гарвард с отмечением, и говорящий на французском и португальском, и там просто знающий, коллеги на высшую математику и так далее, но, ну, так, окей, разбирающийся в Википедии, в Microsoft, в Майне и так далее, придет другой, который вообще ничего не знает, но просто там пишет такие функции, все так моментально решает, конечно, однозначно второй. Более того, этот второй будет дешевле, однозначно, будет без опломба, будет меньше риска, что в какой-то момент он скажет, я бы подумал, если к счастью с гарвардским образованием, мне плохо бы мне десяточку накинуть там. Вот, поэтому я думаю, что образование станет более утилитарным, к сожалению, менее глубоким и, к счастью, более зафокусированным на бизнес-задачах, тем более, что автоматизация обхватывает все стороны, я думаю, кстати, тех же бухгалтеров, но лет, наверное, через 10-15 просто не будет, потому что просто все вот эти функции, обычный бизнес-человек, ему достаточно будет там где-то нажать на несколько блоков и дальше все это, artificial intelligence, просто предлагать какие-то очень понятные, понятные. Если, например, брать в области мотива приложения обучающих? Куча очень интересного прогресса, пока никто не стал реально очень большим, пока реально не было ни одного там миллиардного, скажем, даже полмиллиардного экзита. А пока этого нету, все так думают, ну окей, прикольно, но пока не очень реально. В области обучающих, да, конечно, мобильное приложение, оно же сразу же решает несколько вопросов. Вы знаете, где человек находится, есть возможность интеракции, может быть моментально, есть возможность снимать фото и видео из этого устройства, оно очень легкое, оно понятное. Да, там, например, изучение языков, тоже программирование. Ну, единственное, что не очень удобно без фиборда что-то делать, но тоже есть всякие разные способы. Да, безусловно, просто пока это все еще, это очень такое, ну, такое будущее. Пока вот я не вижу, чтобы меня пичили ребята с образовательными мобильными приложениями, походу, которые говорят, вау, пенька нереально, кто-то растет, захватывает рынок. Ну, да, не, ну, как бы люди делают это, но пока еще нет. Ребята, у меня еще буквально несколько минут, но давайте еще пару вопросиков. Сколько же меня на мобильном? Перестал очень сильно, потому что плечо правое когда-то видел, поэтому в основном делаю разборки. Гантели делаю две сутки, полденец раз. Как спортсмены. Хорошо, друзья мои. А, вот еще. Давайте, я обещал два. Ну, я думаю, как ответить. Абсолютно точно, что это плюс. Абсолютно точно, что это плюс иметь офис в этой стране, в той стране, где вы продаете. Абсолютно точно, что для некоторых просто невозможно будет с вами работать, если у этого офиса нету. Но нужно знать конкретную ситуацию. Мне очень сложно сказать за глаза. То есть надо знать, какая политика у этой компании. Я абсолютно точно знаю кучу очень хороших ребят, которые после всего того, что там у вас на востоке, на восток от вас творится, им пришлось просто, вот им клиенты сказали, там немецкие, например, ребята, совершенно все равно, но куда-то вы переносите этих ребят, куда-то, либо там во Львов, или некоторые там, вообще просто в Европейский Союз. То есть пофигу, Румыния, Венгрия, Чехия, решайте сами, ну вот это условие. Ну, то есть каждый раз, у меня друг, например, у него в России довольно большая была, ну, осталась компания, 650 сотрудников, причем не офшор, а он занимается там очень сложным финансовым программированием. И им клиенты просто поставили условие, что все ключевые сотрудники, это больше половины компаний, должны быть в Европейском Союзе. Они потратили массу денег, просто массу денег на то, чтобы там разведку делать, там приводить людей в один, в два, в второй. Мы брали Мюнхен, в итоге там думали, может быть, в Прагу, но там порядок причины, в общем, стоило миллионов и миллионов долларов. Был, по-моему, какой-то один вопрос там, не хотелось никого убежать, если он рассосался, то ничего страшного. Что происходит тогда, если вы от этого расстраивались или отстраивались, и когда там было, расстраивались, но вот, простые, кстати, расстраивались. Классный вопрос. Отличный как раз вопрос для заключения. Это последний вопрос, я даже больше не принимаю. Я расстраиваюсь, конечно, потрачено было время, деньги, ресурсы, удалось, думали, что захватили мир, что-то не получилось. Я думаю, что все равно человек всегда расстраивается. Я думаю, что нужно научиться как-то к этому, ну, я пока не научился, как-то к этому спокойнее относиться. Но я абсолютно точно знаю, что должно происходить. Не то, чтобы это происходить, но я знаю, что должно происходить. Человек должен говорить себе спокойствие только спокойствие. Человек должен попытаться найти ни в чем мир был к нему несправедливым. А человек должен себя заставить сказать, чувак, ты, ты совершил ошибки, мир к тебе был к нему несправедливым, но не повезло тебе, а в чем ты, в чем ты именно ошибался. И должен попытаться сам для себя сформулировать те вещи, которые он сделал неправильно. Но я это пытался сделать, если честно, в новый раз. У меня очень плохо получается. У меня все время получается, что виноват кто угодно, как и меня, и это очень плохо, потому что должен... Ну, я шучу немножко, конечно, я в чем-то себя венел, в чем-то... Вот, вот эти же обещали, они не смогли... Мне кажется, что самое главное фокусироваться не на прошлом и на будущем. И фокусироваться на будущем с точки зрения, что окей, не получилось, в чем были, какие были очень важные уроки. Для меня, например, всегда... У меня много было уроков. Для меня, например, всегда уроки, которые были, вот как я их рассматриваю, это отсутствие динамики роста. То есть вот все мои неполучившиеся стартапы, это все были стартапы, в которых казалось, что что-то круто, и какие-то первые клиенты сказали, о, классно, а потом не пошло. А сейчас, для меня назад, я понимаю, да я был наивным просто. Я не занимался тем, о чем я говорю сейчас. Вот если бы я сейчас вот со своими знаниями что-то делал, ну, мне кажется, у меня могли бы быть фейлы, но эта разность очень небольшая, потому что я знаю очень много сейчас способов роста, я знаю, как работать с командой, я знаю, что без роста сам продукт ничего делать не будет, что случайностями продукт не растет, а продукт растет системностью, и что нужно не бушитом заниматься, не приходить, слушать меня сюда, а сидеть и работать. Аплодисменты.